В эфире деловые новости. Меня зовут Елена Мирошниченко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с цифры дня. Больше триллиона 118 миллиардов рублей потребуется на развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Почти 283 миллиарда из них нужно будет привлечь из бюджета. Российские компании оценят с помощью светофора. В стране может появиться единая платежка ЖКХ. И чем вредна для здоровья работа в офисе? Подробности далее. В России появится единый платежный документ, где будут собраны все услуги ЖКХ, сообщает Лентару. Правительство планирует поддержать соответствующий законопроект. В документе появятся графы с платежами за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. Сейчас в некоторых регионах жители получают несколько платежек за разные виды коммунальных услуг. Это приводит к путанице. Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ, а также лучше оценивать свои расходы, а властям контролировать рост тарифов. Правда, законопроект надо еще дорабатывать. А тем временем за первые полугодия 2019-го около трети средних и крупных компаний в России показали убыток. Таковы данные исследования Финэкспертиза. Их публикует российская газета. В 16 регионах с убытком сработали 40% компаний. Хуже всего дела обстоят в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области, где убыток показывает больше половины предприятий. Сильнее всего доля убыточных компаний выросла в этом году в республике Алтай и Калмыкия почти на четверть. Но есть регионы, где прибыльные компании преобладают, причем их доля растет. Например, в Ингушетии с 65% до почти 82%. Эксперты считают, что в России нужно создавать больше программ для поддержки бизнеса. Тогда показатели пойдут вверх по всей стране. Центробанк готовит новый механизм оценки надежности компаний, пишет РБК. Их поделят на три группы, каждая из которых присвоит свой цвет. Нововведение назвали принципом светофора. С его помощью будут бороться с отмыванием денег. Банкам теперь не придется отказывать в обслуживании добросовестным клиентам. Предполагается, что регулятор будет отслеживать поведение компаний по данным специальной системы, к которой они обязаны подключиться. Такой подход заменит нынешний, в рамках которого Центральный банк мониторит данные платежных систем, банков, правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Какие профессии самые скучные, по мнению россиян? Специалисты сервиса по поиску работы Суперджоп провели опрос. На первой строчке охранник, так считают 13% респондентов. На втором бухгалтер, затем уборщик, все разновидности офисного труда и библиотекарь. Любая сидячая работа навевает тоску на россиян. А также 8% опрошенных сказали, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Из-за неблагоприятных условий работы в офисе россияне стали чаще болеть. К такому выводу пришли в научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Измерова. Главные причины, влияющие на здоровье – ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, неправильно смонтированная вентиляция, недостаточный воздухообмен, напряженная работа с компьютером и скучность персонала в помещениях. К опасным последствиям такой работы специалисты также отнесли неврозы и тревожность, которые развиваются на фоне частых стрессов из-за высоких профессиональных требований, отсутствия достойного вознаграждения, а также страха потерять работу. А психологические проблемы – это в первую очередь болезни нервной и сердечно-сосудистой систем. Чтобы их избежать, терапевты рекомендуют каждый час вставать с рабочего места, прогуливаться, даже прыгать, то есть нагружать мышцы в течение 15 минут. Важно не забывать пить воду или чай, который помогает снизить нагрузку на почки и восстановить сосуды. Тем временем на борьбу с онкологией в стране выделят дополнительные средства. Об этом заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова. В 2020 году у нас на направление, которое касается онкологии, в рамках национального проекта будет направлено дополнительно 50 млрд рублей. То есть это 120 млрд рублей. И напоследок, одну из самых редких монет в мире – золотой динар, датированный 732 годом нашей эры, выставили на торги. Начальная стоимость лота составляет 1,5 млн фунтов или 1,8 млн долларов. Монета не только прекрасно сохранилась, но и является важным историческим документом, говорят эксперты. Золото, из которого сделан динар, добыто в руднике неподалеку от Мекки, функционирующем до сих пор. На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин